В Госавтоинспекции планируют разработать единую электронную базу, где будут храниться данные о злостных нарушителях правил дорожного движения. Информация будет собрана как о российских водителях, так и об иностранцах. По задумке, новшество позволит, в частности, работодателям проверять соискателей на злостные нарушения и лишения прав. Также Госавтоинспекция рассматривает идею запрета на работу в области пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД. Такое ограничение предлагается ввести для тех автомобилистов, кто был лишен водительских прав. Во Франции на трассе Полерикар состоялся второй этап испанской Формулы 4, где в этом сезоне дебютировала пилот молодежной программы СМП Рейсинг Ирина Сидоркова. Юная пилотесса впервые выступала на трассе в Лекастейле и первой сессии посвятила изучению ее конфигурации. В двух квалификациях Сидоркова показала 18-й результат, но в боевых заездах смогла заметно его улучшить. В первой гонке Ирина финишировала на 11-й позиции, во второй – на 14-й. Третий заезд спортсменка завершила 15-й. По итогам второй гонки Ирина стала лучшей в женском зачете. Следующий этап испанской Формулы 4 состоится 25 и 26 мая в Арагоне. Нынешним летом в Подмосковье возобновят работу комплексы Автодория, которые измеряют не скорость конкретный момент, а среднюю скорость автомобиля. Смысл такого подхода в том, чтобы нарушителям было бесполезно притормаживать непосредственно перед камерой. Измеряется именно скорость прохождения всего участка по времени проезда двух точек. Четыре года назад такие камеры уже работали, но были демонтированы. Однако уже в мае Автодории вернутся. Поначалу на подмосковных дорогах будут контролировать 40 отрезков, а в июне уже 100. Разумеется, места расположения камер полиция не раскрывает.